Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Чуриков Николай Андреевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетических механизмов регуляции экспрессии генов Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Ран. Окончил Ставропольский мединститут в 1972 году по специальности «Лечебное дело». В 1974-м поступил в аспирантуру Института молекулярной биологии. В 1976-м первым в СССР получил библиотеки клонированных ДНК, дрозофилы и человека. В результате этой работы впервые в мире на молекулярном уровне были открыты мобильные элементы эукариота. За это коллектив исследователей, в числе которых был Николай Чуриков, получил Госпремию СССР 1982 года. Среди научных достижений профессора Чурикова обнаружение идентичных нуклеотидных последовательностей в шести наиболее консервативных областях генома клинических вариантов ВИЧ-1 в России. Впоследствии идентичные мишени, эффективно поражаемые с помощью РНК-интерференции, были найдены во многих штаммах вируса разных его субтипов, выделенных в разных странах на всех континентах, что важно для разработки генотерапии СПИДа. В настоящее время под руководством профессора Чурикова изучается роль ядрышек в эпигенетической регуляции экспрессии генов. Николай Андреевич Чуриков в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Николай Андреевич. Добрый день. Тема сегодняшнего выпуска – эпигенетика, которая, будучи разделом генетики, стремительно эту самую генетику из информационного поля вытесняет. По крайней мере, по количеству публикаций в научной периодике последнего десятилетия, я бы так сказала, может быть, не десятилетия, но последнего десятилетия, особенно это заметно. Помимо фундаментальных исследований, собственно, феномены эпигенетики, интенсивно ведутся исследования прикладного значения. Например, уже эпигеномные данные можно использовать для диагностики заболеваний. Механизмы эпигенетики уже входят в клинику, находят клиническое применение. Есть препараты эпигенетического действия. Что известно о молекулярных механизмах эпигенетики? Пожалуйста, Николай Андреевич, Вам слово. Спасибо. Действительно, в последние годы большой интерес к этому разделу биологии. Я остановлюсь в основном именно на молекулярных механизмах, потому что эта область достаточно обширная, а молекулярные механизмы достаточно изучены к настоящему времени. Сам термин эпигенетика был введен англичанином Вонглингтоном в 1942 году. Это как производная от слов «генетика» и «эпигенезис», «над генетикой» нечто. И он определил эпигенетику как область биологии, которая изучает причинные связи между генами и их продуктами, которые определяют фенотип. То есть было понимание, что между генами и продуктами нечто может быть. Поэтому этот термин он ввел, но вначале этим термином пользовались не так уж много. В настоящее время под эпигенетикой понимают достаточно узкую область, как изучение механизмов изменений в экспрессии генов. Именно вот эта центральная вещь. Экспрессия генов. То есть влияние разных факторов и экспрессия генов. Причем эта экспрессия, что важно, может наследоваться в ряду клеточных поколений и в ряду следующих поколений организмов. И эти изменения в экспрессии генов не связаны с изменениями в последовательностях нуклеотидов ДНК. Вот это самая важная вещь. ДНК сама по себе, а эпи – это отдельная вещь. И что важно, что в настоящее время выявлено очень много эпигенетических меток. Они имеют разную природу. Мы еще коснемся этого. Они образуются при дифференцировке клеток и передаются в ряду клеточных поколений. дифференцированных клеток. Если клетка приобрела эти метки, а на следующей клетке, например, клетки эпители, передают уже эти метки, и эта клетка остается дифференцированной. И что еще очень важно… Это свой какой-то механизм наследования, опять же, подчеркнем, не связанный с ДНК. Это эпигеном, так называют. Да, это эпигеном, да. И что еще очень важно, и я вот как рефреном это, может быть, буду повторять, что именно наше поведение и окружение влияют на образование эпигенетических меток. То есть организм находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой. И для организма, для некоторых клеток, окружающая среда – это уже часть организма. То есть какие-то клетки, они среди других клеток, среди других органов расположены. Я слегка, может быть, вводя в сторону, просто хочу вставить, чтобы здесь было понимание. Люди, не следующие, глубоко не вникающие, они, я слышала такое обывательское мнение, они отождествляют это с лысенкоизмом. Вот давайте сказать, никакого отношения к теориям Лысенко вот эта часть не имеет. Не в этом смысле, в какой Лысенко вкладывал, окружающая среда влияет на формирование последующей передачи признаков. Да, механизмы совершенно другие. Во времена Лысенко, я как раз в последней части сообщения своего коснусь этого наследования такого признака. Есть хромосомная наследственность, есть нехромосомная наследственность. А для нас, для русских, это особо имеет значение, потому что в других странах это прошло без всяких каких-то событий. Безболезно, да. Это как событие науки, которое разрешилось самой наукой. Вот эпигенетика изучает, каким образом наше поведение и окружение вызывают изменения в экспрессии генов. Вот это предмет эпигенетики. Вот как наше окружение влияет. Вот можно видеть на этой картинке однояйцевые близнецы. У них идентичная ДНК, но вследствие разных жизненных судеб и отличий, имеется отличие в некоторых генах по экспрессии. Конечно, очень многие гены одинаково экспрессируются. Причем у них, вот я просто, извините, дополню, у них изначально от рождения эпигеномы тоже одинаковые. Но чем они старше становятся, тем больше расхождение. Конечно. И еще такой пример. Вот во всех наших клетках одна и та же ДНК. Ну, кроме эритроцитов, она элиминируется. Но клетки разные. Это то же самое. Потому что эпигенетика. Да, да. Клетки при метозе передают элементы, которые определяют активность генов. И тем самым состояние дифференцировки. То есть в ряду клеточных поколений. И важно, что потомство получает ДНК от родителей не в чистом виде, не какая-то очищенная ДНК. И не просто хромосомы. Хотя хромосомы – это не только ДНК. А потомство получает ДНК в виде структурированного генома, какого-то организованного пространства вокруг хромосом. Там находятся разные-разные факторы, трехмерно строго расположенные. Часть программ по прочтению информации находится как раз в этих надгеномных структурах. Эпигенома. И крайний пример эпигенома – это весь организм. Это вот какая-то водная часть. И важный вывод. Эпигенетика – это изучение изменений в организмах, которые вызваны изменениями экспрессии генов, а не изменениями в последовательности нуклеотидов ДНК. То есть никаких мутаций в ДНК не происходит. ДНК – то же самое. А над ДНК некие события влияют на экспрессию генов. Эпигенетическая наследственность – это вопрос передачи информации. Она не содержится в последовательности ДНК, заключена в надгеномных структурах. И она передается в ряду поколений. То есть в этом смысле ДНК можно рассматривать как чистый лист бумаги, на котором можно поставить какие-то химические группы, например, группы CH3, метильные группы, расположить какие-то белки, эти белки модифицировать. И таким образом формируется эпигеном. То есть важно понять, вот эта информация, она не может передаваться через ДНК. Ее в ДНК просто нет. И в процессе дифференцировки клеток, начиная с самого раннего развития оплотворенной яйцеклетка, появляются и сохраняются все новые и новые структуры вокруг ДНК. И так происходит образование тканей, органов и стволовых клеток. И таким образом можно заключить, что генетический код – это первый фундаментальный уровень передачи наследственной информации. А второй уровень – тоже передачи наследственной информации – используют информационные возможности наследуемых структур. В них участвует, несомненно, ДНК, кроме того, РНК, белки, разные химические группы и, может быть, еще какие-то соединения. Этот код поэтому назван эпигенетическим. Вот здесь я привожу данные наших недавних экспериментов. Вот как зависит паттерн экспрессии, то есть узор экспрессии генов от внешних условий. Мы брали, культивировали клетки человека в разных средах. И вот изучили более 12 тысяч генов экспрессии. Вот здесь маленький фрагмент всего этого названия генов. Вот здесь число транскриптов на миллион. Видите, это большое количество транскриптов, а это молчащие гены, синие. И вот посмотрите-ка, в одних условиях одни и те же клетки. Вот какой паттерн экспрессии генов. Перевели клетки в другие условия. Посмотрите, как быстро это все поменялось. В третье условие почти все гены стали очень-очень слабо транскрибироваться. Замолчали кого-то. Да. Если поменять условия, то опять все это воспроизводится. То есть мы находимся в постоянном взаимодействии с факторами окружающей среды. И эти факторы очень разнообразны. Здесь играет роль и питание, экологическое состояние среды, наши эмоции, стрессы и образ мысли. Он связан с нашими эмоциями, со стрессами, образ мысли. И все это в реальном времени вызывает изменения в экспрессии наших генов. Это, на мой взгляд, очень интересный факт. Мы даже, зная много генетики, не ожидали таких драматических. Да, красиво. Конечно же, в этом спектре длинного 19 тысяч генов есть те гены, которые сохраняют экспрессию в разных условиях. Это гены домашнего хозяйства. Жизненно необходимые. Которые нужны просто каждая клетка. Каждую секунду. Да, гены домашнего хозяйства. Это важная картинка, как раз центральная картинка, которая перечисляет просто кратко механизмы, какие существуют механизмы эпигенетической наследственности. Прежде всего, речь идет о маркерах эпигенетических метках. Первый механизм – это метилирование ДНК. Я говорил на ней. То есть, присоединение метильной группы. Метильные группы, да. Под цитозином. Это чаще всего ассоциируется с сайленсингом, то есть, молчанием геном. Репрессией. Как правило, они как бы затыкают, грубо говоря. Да, да, да. Очень разнообразные модификации гистонов встречаются. Метилирование гистона в разных положениях. Эцитилирование. Метилирование часто связано с репрессией. С белков, окружающих, непосредственно окружающих ДНК. Да, да. ДНК, прямо связывающихся с ДНК. И ацитилирование, которое приводит обычно к активации транскрипции. Очень важно, и в последнее время это особенно бурно развивается область, связано с некодирующими РНК. Вообще, есть идея такая, что вся последовательность ДНК в хромосомах прочитывается РНК-полимеразой. И дальше эти фрагменты одни дробятся в копии генома нашего в виде РНК на большие и малые молекулы. И они могут служить как некий такой внутриклеточный глонасс. И они в состоянии найти за счет комплементарности любые последовательности ДНК. И эта клетка использует. Вот целый ряд малых РНК, СА-РНК, ПА-РНК, микро-РНК, вот это длинные некодирующие РНК. Они служат наводчиками. И они, как наводчики, наводят разные белковые комплексы. И благодаря этому либо включается повышенная экспрессия генов, либо наоборот гены подвергаются сайленсингу. Кроме того, есть белковые комплексы, которые одни вызывают сайленсинг, другие активацию транскрипции. Мы подробно здесь, естественно, не будем рассматривать, что входит в эти комплексы, какие конкретные белки. Это очень сложная область. Пятый пункт — это сами структуры хромосом. Они тоже содержат важную информацию о работе генов. 3D-структуры хромосом. Есть они разного уровня. И сейчас, как я сказал, они активно изучаются. С ними, с трехмерными структурами хромосом связана работа инсуляторов, которые ограничивают активность какой-то… То есть регуляторных. Да, регуляторные промоторы, энхансеры. Образование эохроматина — это активные области хромосом или гетерохроматина — репрессированные области. Вот здесь показан схематично первый уровень — упаковка в нуклеосомах. Вот здесь показаны гестоны разным цветом. Вот модификации в гестонах. И существует понятие гестоновый код. Гестоновый код, определяя структуру хроматина на первом уровне упаковки, делает более доступным и менее доступным области ДНК для РНК-полимеразы, для экспрессии генов. И вот что, например, известно, поскольку у нас есть и медицинский интерес к этому всему, стресс, испытанный в детстве, может вызывать модификации гестонов, и они сохраняются достаточно долгое время. И эти модификации важны для адаптации к окружающим факторам. Потому что окружающие факторы могут повторяться, а организм уже более устойчив к ним. Это вот связано. И вот почему еще важна вот эта упаковка, потому что наши хромосомы, если сложить все наши хромосомы в длину, это будет 2 метра. В маленькой клеточке это упаковать очень сложно. И вот вокруг нуклеосомы собирается вот такой... Плотно-плотно. Небольшой, вот полтора оборота, чуть-чуть больше, но все-таки это первый уровень упаковки. Вот здесь схематически показано ДНК, вот метильные группы на ней. Хорошо. Да. Вот это гестоновые октомеры, вот в них, на их хвостиках разные модификации. И вот они здесь упакованы. Потом они могут складываться еще в такие столбики. То есть несколько уровней упаковки. А ДНК, вот здесь показано, метилирование происходит по цитозинам. Вот сюда присоединяется метильная группа 5-цитозин. И важно, чтобы дальше следовал гуанин, CPG, так называемой, последовательности. По ним происходит метилирование ДНК. Еще говоря о механизмах, надо, особенно в млекопитающих, упомянуть о комплексах, которые модифицируют гестоны, присоединяется у бекетин в определенных положениях, в определенном гестоне. Это приводит к изменениям структуры хроматина. Метилирование другим комплексом лизин-27, гестона-H3, связано с сайленсингом. Это очень важное метилирование в процессе дифференцировки. Вот этот комплекс метилирует лизины. Одни гены перестают работать, а другие гены продолжают работать. Так происходит дифференцировка. Что интересно отметить, что метилирование ДНК и гестоновые модификации влияют на долговременную память. Полностью механизм не знаем, но такая корреляция существует. Здесь приведены работы разных годов от 2002 до 2011. И более новые работы есть. И вот это метилирование ДНК и гестоновые модификации приводит к изменениям в экспрессии генов, соответствующих нейронам, которые связаны с долговременной памятью. Вы знаете, если мне не изменяет моя долговременная память, самые первые работы, самые-самые первые, когда еще эпигенетику не называли эпигенетикой, которую Ванюшин вел в Востоке Белозерска, вот, по-моему, там было что-то с нейронами памяти. Я не знаю эти работы. Я знаю, что у Ванюшина он выделял... На каких же животных они работают? По-моему, чуть не ли мышь, которые запоминали лабиринт, вот они меняли характер метилирования, и от этого менялось качество запоминания, выхода... Таких работ много, да. Таких работ много, особенно, когда уже некое открытие сделано, а то это повторяется во многих-во многих других работах. Ну, вот тогда они даже не поняли, что это, но они заметили, да. Ванюшин пионер в области вот метилирования ДНК, да. Вот существуют межхромосомные контакты, и они, естественно, относятся уже к трехмерным структурам высокого порядка. И здесь очень важна роль ядрышек. Ядрышки, как все знают из биологии даже школьного курса, да, они ответственны за синтез рибосомных ранка, за синтез рибосомных ранка, за сборку рибосом. А рибосомы — это фаб, где производятся белки, да, которые нужны для всех-всех реакций в организме биохимических. Но, кроме того, ядрышки важны для стабильности генома, для регуляции клеточного цикла. Существует корреляция функций ядрышек с процессами старения, с реакциями на стресс и с развитием рака. То есть многочисленные функции у ядрышек. Каким образом ядрышки это могут делать? Это очень интересная вещь. Мы изучали как раз контакты ядрышек и обнаружили, что контакты ядрышек, вот здесь показаны они синим, вот в области генов Дюкс. Эти гены активны только на стадии двух клеток в раннем эмбриональном развитии человека. И вот здесь кластер этих генов и большое количество этих контактов присутствует. Здесь же присутствует очень много разрывов в этих областях. Я коснусь потом, почему это может быть. То есть вот этот способ регуляции требует, раз существуют физиологические разрывы в ДНК, напряженной системы репарации. То есть формирование структур связано с разрывами в ДНК и восстановление всех разрывов. Какие бы многочисленные они ни были, все до единого должны репарироваться. Интересно, что существуют контакты ядрышек с такими районами хромосом, где никаких нет генов. Предполагается, что в этих местах существует заяковырение. Якори образуются и формируются петли большущие, чтобы сохранить нужную структуру хромосом. И в этих же местах, опять же, очень много разрывов. Но я уже упоминал, что ядрышки способны участвовать в восстановлении разрыва ДНК, репарации. И внутри ядрышек имеется большое количество белков, которые участвуют в репарации ДНК. И рассматривают, что как будто в ядрышках существует такая санитарная сумка. И в тех местах, где происходит структурирование, видимо, в этих местах происходит поздняя репликация. А поздняя репликация часто приводит к тому, что в разных клетках, в разных местах появляются вот эти разрывы. Это просто здесь сумма этих разрывов в разных клетках, из большой популяции клеток. Но места удивительным образом совпадают. Ядрышки часто контактируют с генами, которые контролируют дифференцировку. Вот я уже упомянул о гене ЮКС. А вот здесь эта работа выполнена на клетках ХЕК. Это клетки из человеческого эмбриона, из почек. Вот они такие веретенообразные и образуют контакты. И показано, что в этих клетках активно экспрессируются нейроноспецифические гены. Вот здесь указаны работы. И вот посмотрите, например, около 500 генов связаны с экспрессией, с развитием нервной системы, нейрон, развитие синапсы, projection, то есть место расположения нейрона. Это достаточно большое количество генов. Ядрышки играют важную роль в активации генов. Здесь показана область десятой хромосомы. Вот это места контакта в ядрышек. И смотрите, удивительным образом они совпадают с местами ацетилированного гестона, который связан с активацией транскрипции. Вот эти очень длинные районы ацетилированного гестона находятся в области суперэнханцеров, которые запускают экспрессию многих генов вокруг на достаточно больших расстояниях. Посмотрите, какое хорошее совпадение. Еще и вообще в геноме это очень часто встречается. Вот здесь, например, показано с помощью электронной микроскопии, фиш, флюоресцентная метка и ему накрашивание от розового показывают ацетилированные гестоны. А вот эти дырки – это ядрышки. И вот видно здесь особенно хорошо, что ацетилирование гестонов, то есть область активной транскрипции, расположена вокруг ядрышек. То есть с этой точки зрения можно рассматривать ядрышки как некий дирижер, который организует работу из оркестра генов. Но механизм непонятен. Вот как раз я сейчас хочу коснуться. Каким образом ядрышки могут регулировать экспрессию генов? Вот в настоящее время, последние лет 5-7, активно обсуждается образование микрокапель в ядре. За это недавно какую-то крупную премию дали. Может, не Нобелевскую, но… Ну, вполне возможно. Да, да, буквально недавно, месяц назад. Да, face separation активно обсуждается. И вот когда какие-то компоненты, имеющие сходные свойства, находятся в большой концентрации, то изменяются свойства воды вокруг. И образуются так называемые конденсаты. И это, ну, как бы, общее такое явление. Так же, как из пара собираются облака, синергетия подобная тянется к подобному. И вот, например, в одних микрокаплях присутствует большое количество транскрипционных факторов, других каких-то коактиваторов. И здесь, как теоробаторов, и здесь идет активная транскрипция. В других местах присутствуют те факторы, которые вызывают репрессию генов. Здесь гетерохроматин. Вот таким образом ядрышки могут образовывать вокруг себя, организовывать образование микрокапель, и таким образом координированная экспрессия или сайлентинг могут происходить. Вот после того, как мы рассмотрели механизмы, которые приводят к генетическому наследованию механизмы, то следует еще раз подчеркнуть, что передается не только последовательность ДНК, но и структуры, в которых она участвует. И характер экспрессии может кодироваться не только последовательностью нуклеотидов ДНК, но и структурами хромосом, которые образуются при взаимодействии дуплексов ДНК между собой, а также белками, молекулами РНК и, возможно, другими макромолекулами, которых мы еще не знаем. Здесь важно на этом этапе еще раз себе сказать, что не все определяется генами, как принято считать, в широком смысле. Конечно, генами и то, что вокруг расположено. Вот как раз то, о чем вы упоминали, о наследовании приобретенных признаков. Вот я был на этой конференции, она была в 2011 году в Бостоне, и посмотрите, для русского уха как это звучит. Эпигенетика и наследование приобретенных признаков. Да, это сюжет, который связан с трансгенерационной эпигенетической наследственностью. То есть наследуется не только хромосома, но и то, что вокруг хромосомы. Но трансгенерационная наследственность эпигенетическая еще вызывает большой интерес у журналистов, таких не специально. Потому что то, что ела моя бабушка, может сказаться на моей жизни сейчас. Это действительно так. Вот они задают вопрос. Это действительно так. И вот я сейчас коснусь. Но надо сразу сказать, что эпигенетические метки, они стираются, вот обнуляется возраст, когда новый организм, то вот эти клетки из организма, которым, скажем, 20 лет или больше, отец и мать, то эпигенетические метки стираются при миозе, при созревании гомет, надгеномные структуры и метки. Но некоторые из них, именно некоторые из них, это не буквально, что вот так передается просто, это совершенно разные процессы, стираются эпигенетические метки. Причины, почему не все стираются, непонятны. Но есть предположение, почему. И новая программа экспрессии генов наследуется в ряду поколений. Вот, это эпигенетическая наследственность, эпигенетическая память. Наследуется при этом не только геном, и конкретная программа экспрессии генов развития клетки, при этой передаче вертикальной, следующим поколениям. Вы говорите, некоторые, ну можно их как-то классифицировать, ну как-то обозначить хотя бы их функциональность? Ну, какие-то можно. Метаболические гены, да, наверное? Здесь много разных событий, в том числе и в метаболические гены. Вот здесь показан цикл эпигенетического репрограммирования. Вот при, когда отцовский пронуклеус существует, и материнский, вот в материнском пронуклеусе метеллированная ДНК модифицирует гистоны, отцовский пронуклеус, активное деметеллирование ДНК и слабо метеллированные гистоны. Вот на стадии вот трофобласта метеллирование ДНК и метеллированные гистоны. Вот эти вот два основных механизма происходят. И вот здесь показаны первичные половые клетки. Вот они развиваются, они отдельно расположены. И можно сказать, что когда женщина вынашивает своего ребенка, она вынашивает и половые клетки своих внуков. Да, да. То есть, видите, какая ответственность у нас за следующие поколения. Ну, потом происходит престарение, изменение в метеллировании. Метеллирование ДНК просто лучше изучено, поэтому здесь вот на этой схеме так нарисовано. На самом деле, очень много разных механизмов происходит при этом. Следует отметить, что клетки зародышевого пути расположены обособленно и приобретенные эпигенетические метки практически полностью стираются при репрограммировании эпигенетическом, обнуление, я бы сказал, возраста, обнуление программ развития. Запускается все заново. И они редко передаются следующему поколению. Вот то, что вы сказали, там, Алысенко и так далее, это редкие события, но они существуют. То есть, если... Я вот с удовольствием перечитываю иногда книга опубликована о сессии Восхнила, знаменитая, да? И когда читаешь, если отбросить всю область, связанную с политикой, и недобросовестные исследования, фальсификацию, то правда была с двух сторон. То есть, есть люди в экспериментах наблюдали передачу признаков там на растениях, и сейчас эти опыты подтверждаются. Ну, может, а эпигенетике с отменой не повезло просто. Конечно, если расширить горизонт, то туда включится и хромосомная наследственность, и нехромосомная. Но вот эти признаки редко передаются следующему поколению. Но они передаются. Просто важно понимать, что эпигенетика вполне правомерное научное направление. Я знаю людей, которые даже биологи отвергают ее. Просто отвергают, как что-то, что напоминает им Алысенко. Это такой экстремизм. Да, да. Я как-то дал интервью, то ли онлайн было опубликовано, то ли в газете, и мне позвонили из института Вавилова из Питера. И говорили, как же так, наследование приобретенных признаков там у растений. И мы же всю жизнь стояли на другом. Я послал им ссылки на работы на растениях, что это да, бывает, и это действительно как механизм существует. Но это не то. Есть эксперименты, да, но это не то. Вот клетки зародышевого пути расположены среди специализированных соматических клеток. И эти соматические клетки могут участвовать в трансгенерационной передаче регуляторных молекул, прежде всего, не кодирующих РНК. В процессе гометогенеза в цитоплазме могут оставаться малые РНК, которые вовлечены в регуляцию экспрессии генов. То есть они уже существуют, и они запускают экспрессию определенных генов, которые дают определенные признаки. То есть малые РНК за счет комплементарности узнают строго определенные области хромосом, в принципе, могут любые, и воспроизводят экспрессию целевых генов. в предыдущем поколении, но уже в новом поколении. То есть они такие сигналы, ну как бы переносчики, переносчики регуляторного сигнала. То есть есть материальный носитель вот этой передачи. Вот, например, если к медицине, немножко поближе, вот получены факты, вот, например, ссылка на данную работу, воздействие алкоголя на плод. Вот мы говорили, что женщина вынашивает не только своего ребенка, но и половые клетки, которые дойдут внучек и внуков. Воздействие алкоголя на плод индуцирует трансгенериационный эффект путем метилирования определенного гена, помк, в нейронах, в гепатолямусе. И в ряду поколений это наследуется метилирование. То есть какое-то поколение потребляло алкоголь, а в ряду поколений это метилирование наследуется, это приводит к тревожным растворствам. Эта вещь может быть достаточно распространенная. Вот конкретные ссылки, есть механизм показан. И здесь нельзя не вспомнить вот древние-древние такие высказывания. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Видите? Да, очень. Очень древние высказывания. Вот здесь показан средний гепатолямус и там, где обнаружено метилирование промоутера генопомка. То есть некодирующая ранка разной природы играет очень важную роль в эпигенетической наследственности, в том числе в ряду поколений. Вот, например, нациннорабдитис элеганса, такой червячок, который используется как модельный организм молекулярной биологии. Первый геном, по-моему, его был многоклеточный прочитан. Да, среди первых геномов. И вообще там каждая клеточка посчитана. И это очень хороший объект. И вот показано вот трансгенерационное наследование устойчивости к вирусу. Связано с внехромосомной передачей малых ранка. До ста поколений передается. И зависит от того, что этот фактор, эта малая ранка, нарабатывается. Ранка, зависимая ранка полимераза, она передается следующим поколениям. Какое-то поколение переболело вирусом, и следующие сто поколений оказались защищены. Хотя никаких мутаций в ДНК не было, не происходило. Это все целиком зависит от малых ранка. И в сперматозоидах малые ранка присутствуют в большом количестве, и они могут участвовать в трансгенерационной эпигенетической наследственности. Кроме того, что сперматозоиды, их маленькая цитоплазма содержит большие количества малых ранка, было обнаружено, что спектр этих ранка очень зависит от окружающих условий. Поэтому диета, стресс, алкоголь, курение и все прочее, очень может повлиять на последующее поколение. Таким образом, отметить, что трансгенерационная наследственность несомненно присутствует, доказана, и эволюционисты обсуждают, а для чего это нужно. И приходят к такому выводу, что она важна для адаптации и выживания в новых условиях среды. Можно говорить о том, что главное действующее лицо здесь малое РНК? Вы знаете, на сегодняшний день скажут. Например, когда я показывал картинку, как идет в цикле метилирования, просто это хорошо изучено. Хорошо изучено. На сегодняшний день, скажем так. Аккуратно скажем. На сегодняшний день. Вот существует публикация, я специально приводил конкретные ссылки. Это последняя картинка. Что следует из наших современных знаний о побегенетике? В общем виде ничего нового не следует, чего не знали предыдущие поколения, когда они ничего не знали о метилировании ДНК, модификации гистонов и малых РНК. То есть мы должны понимать, что мы только звено в цепи поколений. И от нас, от нашего разума, воли, очень многое зависит. То есть мы должны знать, что это наша природа и с этим считаться. И наше здоровье и здоровье наших детей находится в наших руках. И если мы делаем для себя такие выводы, то мы должны быть в согласии сами с собой, с окружением своим. И это требует от нас постоянной работы над собой, которая, конечно, никогда не может закончиться. вот здесь знаменитые слова Синек «Живи, век учись» мы знаем, но у него полностью написано «тому, как следует жить». Да, вот это вот как раз работа ежедневная над собой. Нужна внутренняя сабота, внутренняя свобода, активность, удовлетворение от своей работы. Тогда мы избегаем стрессов. Какие-то стрессы, они неизбежны. Но эпигенетика показывает, что происходят некие модификации, и ты становишься более устойчивым к этим стрессам. И, конечно, удовлетворение от труда, помощь людям, и если наши все действия связаны с любовью другим людям, то это все не будет очень тяжелым временем для нас. Поэтому очень оптимистичное, считаю, заключение. И вот знания эпигенетики помогают, мне кажется, людям становиться лучше. Ну, вот здесь может быть вам покажется это неуместным после таких высоких слов. Я вспомнила классический пример, который любят приводить, говоря об истоках эпигенетики. С крысами этими несчастными был эксперимент, я не помню, кем он и когда проводился. часть крыс матери вылизывали, и они вырастали нормальными хорошими крысами, социально адаптированными, а другая часть росла в пренебрежении. Матери о них не заботились, в частности, не вылизывали их, и они выросли злобными, агрессивными, и потом там были обнаружены эпигенетические различия между этими двумя группами крыс, которые оказывают влияние на их поведение. Именно в эпигеноме потом у них выявились различия в метельных метках, в расположении этих метельных меток. Ну, конечно, конечно, поэтому, вот смотрите, здесь Льва Толстого, да, вот, все думают об изменении человечества, и никто не думает об изменении самого себя. Вот эта любовь, да, вот эта крыса, которая любит своих потомков, облизывается от лампе. Облизывается своих крыс, да. Конечно, да, да, слово любовь здесь, я считаю, очень важно. Спасибо большое, Николай Андреевич, но мы пока не прощаемся. У нас есть рубрика по скриптум, и мы сейчас перейдем к более серьезным делам, а именно сущным. Я хотела вас спросить о работе вашей лаборатории, потому что я прочитала, меня интересовалось, какие публикации исходят из вашей лаборатории, там у вас обширная тематика, и я в частности обнаружила какие-то публикации по эпигенетике раковых заболеваний. Можно сейчас об этом говорить, или еще не завершены, не обугнут? Знаете, да, эти исследования не завершены, но есть только отдельные публикации, только отдельные публикации, это связано с изучением разрывов ДНК. Вот ДНК, я говорил, часто очень рвется, это связано с эпигенетическими механизмами, но при этом ДНК должна репарироваться. Вот в самих рибосомных генах образуются очень частые разрывы. Мы обнаружили, что у человека есть девять таких горячих точек, мы их назвали плеяды. Вот эти плеяды, они могут быть источником транслокации. На самом деле, вот давно были описаны так называемые робертсоновские транслокации, вот, например, болезнь Дауна, когда разрывы тех хромосомов, где находятся кластеры этих генов. И в результате транслокации возникают какие-то заболевания. И мы предположили, что в раковых клетках могут наблюдаться транслокации и это может приводить к такому фенотипу раковому. И действительно, это подтвердилось на клетках лимфомы. Сейчас мы еще с другими клетками... Вот, я хотел спросить, какой лимфомы, по крайней мере, да? Лимфомы это Это мы опубликовали, да. Это мы опубликовали. Но это достаточно сложная такая область. Я вот показывал паттерны экспрессии генов, и чтобы выяснить, вот это на раковых клетках, чтобы выяснить, какие гены очень важны для развития опухоли, то надо помнить о так называемом эффекте бабочки. Могут быть источником небольшие изменения в экспрессии какого-то важного ключевого гена, которые приведут к очень большим изменениям других генов. И заметить этот ген как бы маскируется, он остается незаметным, но он очень важен. Это кропотливые исследования. Да, это серьезно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кроме обозначенных известных метильные группы, малые РНК, ожидается ли, предполагается, может ли быть открытие еще каких-то факторов эпигенетических? Да, конечно, может быть. Очень многие макромолекулы могут участвовать. Мы не все знаем. Просто мы еще не все знаем. еще не все знаем. Спасибо большое, успехов вам в ваших исследованиях. Спасибо. Очень хорошая вас передача. Спасибо. Спасибо.